Здравствуйте. Вот смотришь на наших руководителей и думаешь, как же их носят из страны в сторону. Вот только давеча говорили о попытке главы следкома Бастрыкина покуситься на колониальную статью Конституции о запрете иметь собственную идеологию. Только что хвалили власть за антимиграционные меры, за меры по борьбе с абортами. И вот на тебе. Путин опять в гостях у Грефа на шабаше под названием «Путешествие в мир искусственного интеллекта». А ведь это совсем не безобидная болтология. По результатам предыдущей такой конференции в ноябре 2022 года президент дал ряд поручений правительству, в которых обязал премьера Мишустина внедрить программы искусственного интеллекта и в национальные проекты, и в государственные программы. И вот вчера вице-премьер Чернышенко, который отвечает за эту сферу, отчитался, что уровень внедрения программ искусственного интеллекта в федеральных органах исполнительной власти составляет порядка 60%. То есть, представляете, уже 60% федеральных чиновников заменили роботами от Грефа. Понятно, что эти самые Грефы ездят президенту Путину по ушам, рассказывая про необходимость крепить оборону, безопасность, про необходимость развивать новые направления, такие как вибродиагностика и так далее и тому подобное. Но ведь это лукавство. Периодически, бывая на новых территориях, мы видим, что вот эти современные технологии очень редко добираются до той сферы, где они нужнее всего, а именно до войны. Мы с вами собираем на мортирки, которые накручиваются на АК-12, чтобы швырять ручную гранату, и видим, как ребята на передке пытаются из автоматов сбить рой дронов, которые управляются нейросетями, естественно, американских. Никакого искусственного интеллекта как-то там не наблюдается. А вот там, где его не должно быть в принципе, его почему-то в избытке. Мы видим, как Греф и ему подобные оккупировали сферу образования, сферу медицины, по сути, вытесняя живых учителей, живых врачей и подменяя их машинными алгоритмами. Мы видим, как отменяют живых чиновников и полицейских, в частности ГИБДД, передавая все решения тем же самым алгоритмам. Мы видим, как с помощью этих самых алгоритмов меняют всю нашу жизнь, загоняя нас в какие-то цифровые гетто, 15-минутные города, где запрещена всякая частная собственность и вообще всякая частная жизнь. Где тотальный контроль с цифровыми деньгами, биометрией, социальными рейтингами и даже опарышами вместо нормального мяса. А ведь это не какой-то побочный продукт прогресса. Все это прямо предусмотрено цурами ООН, то есть целями устойчивого развития, под которыми зачем-то подписалось наше руководство, но которые совершенно не соответствуют чаяниям глубинного народа. Кстати, среди этих цуров и насаждение пидорастий. Но это, пожалуй, единственная сфера, в которой наши элиты хоть как-то пытаются проявлять самостоятельность. Кстати, симптоматично, что очень многие адепты цифровизации и машинных алгоритмов разделяют и эти, с позволения сказать, ценности. Путин, конечно, пытается по своей любимой привычке усидеть на двух стульях. И даже вчера на Грефовском шабаше заявил о том, что основой искусственного интеллекта должны быть российские традиционно духовно-нравственные ценности. Но как он представляет реализацию этих пожеланий? Если ответственным за внедрение этих самых алгоритмов являются такие, как Греф и муподобные. Вот этот странный дуализм нашей элиты, мягко говоря, вводит в соблазн. Вчера мы услышали благую весть про то, что Миньюст включил в реестр анагентов бывшего премьера Михаила Касьянова, известного по кличке Миши 2%. Очень бы хотелось надеяться, что аналогичная судьба настигнет и многих его подельников. В том числе, например, таких деятелей, как Татьяна Голикова, ранее известная как Мадам Арбидол, которая до сих пор занимает вице-премьерское кресло. Но уже то, что такие решения принимаются, это хороший знак. Значит, наверху в нашем политбюро все-таки появляются какие-то силы, которые готовы рвать с наследием 90-х. Дай бог этим силам понять и всю пагубную сущность цифросектантов и деятелей типа Грефа, не дожидаясь того момента, когда все эти мыльные пузыри с искусственным интеллектом начнут лопаться и могут привести страну к потрясениям и катастрофам. И такие шансы борьбы за сознание нашей власти у нас есть. Буквально во вторник президент Путин будет принимать участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора. Нас туда, конечно, не позовут. А вот патриарх Кирилл, который неоднократно высказывался об опасности злоупотреблений с искусственным интеллектом, который посягает на богоданную свободу человека и превращает его в цифрового раба, там выступит. И дай бог нашему предстоятелю сказать президенту в лицо об этих угрозах. Вчера мы отмечали день рождения нашего великого русского орхистратига, генералиссимуса и автора науки побеждать Александра Васильевича Суворова. Одним из главных принципов Суворова был эффект неожиданности. Он нарушал все возможные правила и алгоритмы войны того времени. И за счет этого во многом побеждал. Потому что он не надеялся на правила, а надеялся на Господа Бога и доблесть русского солдата. Вот на кого нужно равняться нашим властям, а не на лиц с измененным сознанием и плоды их жизнедеятельности. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok